Здравия и процветания всем достойным того. Сейчас речь пойдёт о тех, кто не особо достоин. Например, под моим видео «Путин упырь» некая Ольга Егорова пишет «Живу в России. Вы прочитали полный бред. Прочитали на публику, точка. Вы в здравом уме. Знак вопроса». Что тут сказать? Ну и что, что она живёт в России? То, что я прочитал полный бред. Нет, ну если бы я считал эти слова бредом, которые я прочитал, я бы их не читал. То, что прочитал на публику, ну в принципе да, я прочитал это для тех, кто послушает моё видео. Ну насколько могу быть в здравом уме в здравом, и по крайней мере, если я кому-то пишу какой-то комментарий, я его как-то внятно согласовываю так, чтобы он был похож на целостную фразу, а не на обрывки каких-то странных предложений хотя бы. Например, она могла бы написать, что она живёт в России, и всего того, о чём я сказал, в России нету, и быть не может, и законов таких нету, и угнетений собственного народа со стороны российской власти нету, и митинги в России проходят регулярно, и те, кто против войны, которую развязал Путин, нормально могут высказываться, и Инстаграм с Фейсбуком там не запрещают, и, соответственно, Навальный не в тюрьме сидит, соответственно, Немцова не убили, на Болотной вот периодически до сих пор происходят митинги там, Путина могут не избрать в следующий раз президента, не знаю, ну, короче, если бы я реально зачитал полный бред, она могла бы вот по пунктам, вот я же могу по пунктам, допустим, её бред разобрать и сказать, что некая Ольга Егорова мне написала бред. Да, я могу это сделать. Её комментарий, который состоит из обрывков предложений «Живу в России. Вы прочитали полный бред. Прочитали на публику. Вы в здравом уме знак вопроса». Это обрывки предложений. Это просто попытка меня оскорбить. Наглая и очень тупая. И я могу каждое это предложение разобрать и объяснить, почему я считаю, что её комментарий – бред. Во-первых, потому что внятно не проработаны логические связи того, что она пишет. Во-вторых, перед тем, как меня в чём-то обвинять, она могла бы попытаться мне объяснить, допустим, попытаться доказать, что то, что я сказал неправильно, объяснить, почему неправильно, указать источники, допустим, ссылки на какие-то источники, видео, тексты. То есть, ну, доказать мне, что я неправ, а не просто кидаться какахами, как сумасшедшая обезьяна. Видимо, вначале у неё был такой вот приступ, она мне это написала, а потом она чуть, чуть больше решила написать. И уже её обрывки предложений стали чуть подлиннее. Она пишет. Ну и, короче, дальше она мне пишет всякий этот бред свой. Сумасшедший. То есть, уже решила побольше мне бреда понаписывать. Не стану до конца его дочитывать. Он бредовый от начала до конца. Хватит и первых предложений, чтобы опровергнуть её. И потом зачитаю кое-что поинтересней. Итак, первый её огрызок предложения. Я понимаю, что вам там страшно. С какого такого перепоя она понимает, что мне страшно или не страшно? Если она обращается как бы к одесситам или украинцам вообще, то для этого не обязательно писать у меня это на канале. Если она обращается лично ко мне, ну, могла бы спросить, Ари, тебе страшно? Ария Радослава, вам страшно или нет? Я бы ответил, что, как бы, мне не хочется, чтобы у меня здесь лазили российские фашисты, российские оккупанты, чтобы они мешали мне здесь свободно жить, думать и высказывать свои мысли. Страшно? Конечно, страшно. Мне, чё, бывает страшно, допустим, я беру какие-то книги, иду навстречу. Мне страшно, что пойдёт дождь, и книги, которые я с собой взял, намокнут, и не в таком состоянии будут, как я хотел бы, чтобы показывать людям. Мне иногда бывает страшно, что техника промокнет, если я беру с собой комп или ещё что-то, тоже, чтобы людям что-то показывать. Когда я иду поздно, мне, естественно, страшно, что на меня нападёт алкаш какой-нибудь. Я судился, в принципе, с одной местной, с одним местным ресторанным заведением, для того, чтобы они не работали особо поздно, и чтобы эти алкаши особо поздно у меня под домом не лазили, потому что, вот, с одной стороны, мне не было страшно, что они сами против меня что-то предпримут, а с другой стороны, мне было страшно, что на меня нападут алкаши. Это было. И, в принципе, если я, ну, как сказать, заболею какой-нибудь болячкой, потрачу из-за этой болячки кучу времени, мне, естественно, страшно заболеть какой-то болячкой. Ровно настолько же мне страшно, что притащатся российские оккупанты, что они попортят мою технику, может быть, попортят моё тело, отнимут у меня кучу времени, может быть, я сдохну в ходе этого всего. Естественно, страшно. Но это страх, который не затмевает разум. Это страх, при котором, скорее, это даже не страх, а опасение. Я опасаюсь, что придут или случатся некоторые обстоятельства, которые могут как-то нанести вред, и я не хочу, чтобы эти обстоятельства случились и нанесли вред. Ну, в таком плане, да, мне страшно. Вопрос в другом, что не следует мои размышления и умозаключения объяснять исключительно страхом. Я разумный человек и отделяю какие-то инстинкты тела от размышлений, от фактов, от анализа фактов. Поэтому то, что я записываю свои размышления, знаете, если бы мне было страшно, если бы у меня страх затмил разум, я бы ничего не записывал, я бы зарылся где-нибудь в уголочке, трясся в ожидании, кто же там победит. И, может быть, если бы уже окончательно российских оккупантов победили, тогда бы записал, что типа, ну, спасибо, что победили. А если бы они победили, то ничего бы уже не записал, скорее всего. Потому что, соответственно, боялся бы, что они меня уничтожат. Но я записываю, я понимаю, что если они, допустим, захватят тот город, в котором я сейчас нахожусь, есть великая вероятность, что они меня просто уничтожат. И, скорее всего, даже не просто, а с пытками, с мучениями, естественно, страшно. Но страх не мешает мне записывать мои размышления, каждая из которых, в принципе, для них может стать дополнительным поводом меня поскорее уничтожить, если у них это получится. Я это всё понимаю, и страх не мешает мне делать то, что я считаю правильным. Потому что, если сравнивать такой вариант, я не запишу эти размышления, они придут, и я какое-то время как-то поживу, допустим, под их оккупацией, боясь высказывать свою точку зрения. Потом мне это надоест. Я выскажусь, они меня расстреляют через несколько лет. Или, допустим, вариант, я буду записывать свои размышления, и они, придя, чуть ли не сразу меня расстреляют. А может быть, я сам пойду к ним с коктейлем Молотова их угощать. И тогда тоже так или иначе погибну. Но зато в Ютьюбе останутся мои размышления, останутся мои анализы ситуации, останутся для потомков, останутся, чтобы люди знали, что Путин здесь никого не освобождал, останутся, чтобы люди знали, что украинцы были против Путина фашистских оккупантов. И я решаю, пусть будут мои размышления. Пусть станут они дополнительной причиной ускорения каких-то негативных процессов со мной. Пусть так и будет. Не станут, но пусть тоже так и будет. Как бы, если она там в своей России запуганная и ей страшно, ну как бы пусть говорит за себя. За меня говорить не нужно. Объяснять мои поступки, исходя из своей низости, не нужно. Пусть она примет за факт, что в своих поступках я исхожу из своих размышлений, а если она, соответственно, в своих поступках исходит из своих низменных страхов, своих каких-то гнилостей, пусть сама и исходит. И единственное, только просьба ко мне вот это все не приписывать. Вот она пишет. Я понимаю, что вам страшно там, но ваш поступок мерзкий. Во-первых, разобрали уже ситуацию с тем, что страшно. Это абсолютно бессмысленное обвинение. Абсолютно такое манипулятивное попытка, когда ей нет чего сказать мне по фактам, она пытается как бы подменить факты какими-то ощущениями, какими-то страхами, какими-то вот этими оценками. Ваш поступок мерзкий. А я скажу, что она является дурой и, возможно, алкоголичкой. Смотря на ее фоточку и смотря на ее текстики, я делаю вывод, что она дура и алкоголичка. Вот чем мой такой вывод, соответственно, лучше или хуже того, что она мне пишет, что мой поступок мерзкий. Больше того, у моего заключения есть, по крайней мере, какие-то обоснования. В чем мой поступок мерзкий? Я что-то не так сказал. Хоть один из тех пунктов, хоть одно из тех высказываний, которые я сделал неправильно, пусть бы по фактам мне доказало, в чем мой поступок мерзкий. В том, что я высказываю свою точку зрения. Для россиян это мерзко. Россияне отвыкли из-за своих страхов высказывать свою точку зрения. Думать для них это мерзко. Так вот, поэтому я и не хочу, чтобы в мою Одессу пришли путинские фашисты. Именно поэтому я вообще говорю, что нигде на Украине им не место. Ни в Киеве, ни в Одессе, нигде. Даже в Крыму, даже на Донбассе. Путинским фашистам тут не место. Потому что я хочу думать. Потому что я хочу жить свободно. И потому что мне приемлемее сдохнуть свободно, чем жить как какая-нибудь вот такая путинская зверюха. у которых любые их действия, любые их мысли, любые их высказывания основаны или на страхе, когда Путин их кнутом по заднице или по шее отымел, как хотел. А с другой стороны, они ждут, когда им Путин блинчики с лопатки скинет. Как с собаком, как вообще какому-то зверю. В украинском обществе раздачу блинов с лопатой, наверное, скорее восприняли бы как оскорбление какое-то. А эти жрут и в прямом и в переносном смысле все, что им как с собаком каким-то бездомным путинская пропаганда скидывает. Все помои. В чем мой поступок мерзкий? По фактам, пожалуйста. Дальше она пишет. Каждый день созваниваюсь с подругой в Одессе. И она мне рассказывает о том, как пол Одессы ждет Путина, как надоел нацизм, как солдаты с автоматами делают рейды по квартирам, как создают аумешские штабы в школах. Ладно, дальше не стану читать этот бред. Хватит аумешских штабов. Американские, армейские штабы. Ладно, фиг с ней. Что она там имела в виду? Видимо, все-таки алкоголя употребляет порядочно данная гражданка Егорова. Кстати, гражданка Егорова, а вас в Следственный комитет еще не звали за то, что у вас есть подруга в Одессе и за то, что вы с ней общаетесь? О чем таком вы с ней общаетесь? А? Сходите в свой Следственный комитет, доложите. Гражданка Егорова, о чем вы там, с кем вы там общаетесь? А то, может быть, вы думаете? Хотя фиг с вами, гражданка Егорова, учитывая, что вы мне здесь за бред написали, вы не думаете. Поэтому вы для Российской Федерации безвредны. Итак, каждый день созваниваюсь с подругой в Одессе. Ну и что? Я, допустим, может быть, выхожу на улицу и каждый день не знаю, вижу каких-нибудь собачек или кошечек. Какие-то на меня гавкают, каких-то я могу погладить. И что дальше? А, типа, она ей рассказывает о том, как пол-Одессы ждет Путина, как надоел нацизм, как солдаты с автоматами делают рейды по квартирам. Ну, во-первых, то, что правоохранительные органы на Украине все-таки хоть как-то работают, это им, конечно, большое спасибо, но им нужно было работать раньше. Им нужно было работать в Крыму и на Донбассе еще в 13-14 году, чтобы не произошло все то, что там произошло. Им нужно было всех предателей тогда повылавливать, но правоохранительные органы наши были кастрированы, поскольку во голове государства стоял национал-предатель Янукович и такие российские ставленники, как Никитика Изирев, Николай Азаров. Ну, и, соответственно, другие российские ставленники, предатели, коррупционеры стояли во главе государства, и пока народ их не сбросил, пока Турчинову, а позднее Порошенко, не пришлось страну реально поднимать из пропасти и спасать, то, соответственно, не могли военные и правоохранительные органы вылавливать всякую нечисть. Если сейчас они, по крайней мере, проверяют, есть ли где какая нечисть и все ли с людьми нормально, то хоть так хорошо. И молодцы, что это делают. Несмотря, знаете, пересекая разные блокпосты, передвигаясь, я сам сталкиваюсь с некоторыми сложностями из-за того, что приходится проходить соответствующие проверки, соответствующий контроль, но я понимаю, что это необходимо, и я им благодарен за то, что они это делают, потому что как бы у них нет способа изначально проверить, кто перед ними обычный гражданин или какая-нибудь диверсионная падаль, которая может ввести взрывчатку и может навредить и городу, и жителям, и вообще всей стране. Поэтому то, что проверяют, хорошо, что проверяют и мало проверяют. Проверяли бы в 2014 году, не было бы того, что было. Как надоел нацизм? Может быть, ее подружке надоел нацизм, если она со своей подружкой общается, гражданка Егорова, когда вы от подружки слышите, что ей надоел нацизм, может быть, она просто имеет в виду, что ей уже с вами говорить не хочется, что вы ей уже надоели, гражданка Егорова. Вы уже достали одесситку, наверное, какую-то, и она вам говорит, надоел мне уже этот нацизм, вы уже заткнись, отстань. То, что полодессы ждет Путина, я соглашусь. Я лично жду Путина, я был бы рад, чтобы Путин пришел, я согласен голыми руками с ним встретиться и прекратить его мучения. Знаете, я сам по себе не солдат, не боец, но с такой нечистью, как Путин, я не против был бы встретиться. и я клянусь, что я приложил бы все силы, прося всей помощи богов, если бы мне понадобилось. Не знаю, последним вздохом, но я бы эту нечисть уничтожил. Поэтому я скажу больше, не только полодессы ждет Путина, вся Украина ждет Путина, чуть ли не каждый достойный человек ждет и желает встретить эту падаль, эту бункерную крысу и просто раздавить ее, просто раздавить ногой, как грязь, как гадость, как таракана, как какую-то вошь, лобковую вошь, сжирающую Россию и грызущую Украину. Если же тут гражданка Егорова хотела сказать, что полодессы типа за Путина и за оккупантов, ну это ложь, это явная ложь, и не надо верить или не верить мне или ей, посмотрите по фактам. По сути дела Одесса, Николаев и Херсон во многом это одна структура. Это три города, которые находятся достаточно рядом друг с другом, три города со схожей, очень схожей историей, со схожей этнической, политической, социальной обстановкой. По сути дела это три города брата. В чём-то Одесса может быть чуть мощнее, чем эти два города Николаев и Херсон. В них свои есть преимущества. По сути дела, побывав в каждом из этих городов, имея знакомых и в Николаеве и в Херсоне, я прихожу к выводу, что это как три города брата. Реально три города брата с абсолютно базовыми, главными какими-то составляющими. Население приблизительно одинаково, политические взгляды приблизительно одинаковы. В чём-то Одесса чуть крупнее. В чём-то в Одессе чуть больше молдаван, чуть больше евреев, чуть больше других разнообразных национальностей. И эти национальности вписаны в историю глубинней и масштабнее, чем соответственно в Николаеве и в Херсоне. Но по сути дела города во многом одинаковы. И вот сейчас нечистые оккупировали Херсон. Нечистые пытались оккупировать Николаев. И нечистые даже не решаются в Херсоне создать свою какую-то администрацию. Им нету из кого создавать свою оккупационную администрацию. Если нечистые путинские твари просто создадут оккупационную администрацию своих солдат россиян, то понятно, что эту администрацию как бы никто не будет слушаться, и она не будет иметь никакого политического веса. А вот из самих херсонцев хоть кого-то найти, хоть каких-то найти выродков, и из них создать подобие какой-то оккупационной администрации, оккупантам не так-то и просто. Они пытаются, они что-то там пытаются сделать, но наталкиваются на массовые протесты. Они потом арестовывают и уничтожают славян, они пытают славян. Мне вот рассказывают, как, соответственно, убили родновера, как издевались над его сестрой и племянницей. Там много других данных о том, как издеваются над родноверами, издеваются над патриотами, издеваются над другими людьми. И несмотря на это, все равно жители Херсона протестуют. При том, что в Херсоне не было 2 мая. При том, что по ряду причин у Херсона даже есть больше причин сохранять какую-то пророссийскость, чем у Одессы. Но видим, что в Херсоне пророссийскости никакой отродясь нету. И попытки там создать какой-то ХНР, по сути дела, проваливаются. Поэтому говорить о том, что Одесситы, тем более полгорода, хотят, чтобы путинские фашисты пришли, это глупо, это тупо. Может быть, просто гражданке Егоровой стоит внимательнее пообщаться со своей подругой. Может, она над ней просто ржет или подруга какая-то сумасшедшая, я не знаю. Еще вариант, что этой подруги попросту нету, а гражданка Егорова просто является кремлебодшей, просто является солдатом, а может и офицером путлеровских информационных войск, которые на любые достойные какие-то размышления пишут свои фейки, пишут свои бредни, поскольку ведет она себя именно по образцам путинских фашистов. Она не опровергает ни одного из сделанных мною утверждений. Вместо этого она пытается мне привить какие-то чувства, типа страха, типа вот какого-то такого, не знаю. Я должен, типа, как-то себя чувствовать неловко, поскольку она мне пишет, что я делаю что-то мерзкое. Короче говоря, пытается манипулировать, пытается манипулировать страхами, пытается манипулировать сожалениями какими-то, чувством вины, пытается мне это чувство вины обвинить меня в чем-то. При том, что по фактам она не может сказать, Арий, ты ошибся тут, тут и тут. Вот ты сказал так, так и так, а на самом деле это не так, это по-другому. Если бы она так сказала, то я по-другому смог бы как-то с этим разбираться, я по-другому мог бы что-то об этом говорить. Так мне, ну по сути дела, остается только комментировать ее слова как бред. Я по сути дела не могу как-то принять ее точку зрения, поскольку она мне эту точку зрения по-нормальному и не высказала. Она апеллирует к высказываниям какой-то подруги. Я эту подругу не знаю. Послала бы мне номер, например, этой подруги. Я бы поговорил с ней. Может быть, соответственно, узнал бы, у какого врача она лечится. Как бы... Ну, хотелось бы знать, что это за подруга. Для начала хотелось бы реально быть уверенным, что эта подруга существует. Что это реальный человек, а не какой-то фейк. Ну и дальше хотелось бы понять, кто этот человек. Нет, мне не надо имя, фамилию. Я не собираюсь как бы к ней приходить и какие-то разборки устраивать. Мне чисто социологически было бы интересно понять, кто этот человек в плане мышления, в плане социального, какого-то образовательного и других параметров этого человека. Поскольку одно дело, когда какое-то высказывание делает какая-то алкашка, другое дело, когда это вполне себе вменяемый, вполне себе разумный человек. И с разумными, естественно, можно о чем-то спорить, с разумными можно находить какую-то общую точку зрения, а с, скажем так, неразумными там не о чем говорить. Поэтому ситуация такая. И да, у меня больше оснований считать, что гражданка Егорова как раз заведомо какой-то подосланный агент для того, чтобы заткнуть меня, для того, чтобы не по фактам говорить, а по бреду какому-то. Однако по факту Одесса свой выбор сделала. И по факту, если бы россияне знали, что в Одессе их примут с распростертыми руками, они бы уже давно высадились. Если бы они знали, что в Одессе есть какая-то существенная часть населения, которая их ждет, они бы тоже уже давным-давно высадились. И несмотря на колоссальные потери, все равно так или иначе постарались бы добиться, чтобы присоединить к России еще одну часть Украины, опираясь на местную какую-то поддержку. Но они прекрасно знают, что этой местной поддержки нет. Поэтому, соответственно, они Одессу предательски, подло, по-фашистски, вообще даже хуже, чем фашистски, хуже, чем гестаповски. Просто по какому-то, не знаю, по-путински. Вот теперь любая подлость, любая гнилость обрела свою иллюстрацию. Это путинизм. И ниже, мерзостнее путинизма, я не знаю, что еще есть. Путинизм – это когда уже дно пробито с той стороны. Путинские оккупанты знают, что в Одессе у них поддержки нету. Путинские оккупанты знают, что в Херсоне у них поддержки нету. Никто из украинцев, из сознательных украинцев не хочет их здесь видеть. Та какая-то небольшая прослойка зазомбированных людей, которая в некоторых регионах может быть, она не играет какой-либо существенной роли, поэтому путинские фашисты понимают, что на это им опираться как-либо не стоит. Поэтому они устроили то, что устроили в Буче, поэтому они устраивают то, что устраивают в Херсоне, поскольку они понимают, что по-хорошему они здесь ничего не захватят. По-хорошему они никаких отношений с Украиной не построят. Единственное, что они здесь могут, это геноцидить и пытаться настолько украинцев запугать, чтобы украинцы как-то не хотели уже сопротивляться. Но этого не будет, и Украина победит всю ту нечисть, которая к нам лезет. Показательным является комментарий от некого человека с названием Рошен Славянов. Он ей пишет, «А вы не забыли, что украинская армия вообще-то находится на своей земле? Где вы видели, чтобы во Второй мировой войне мирных жителей всегда аккуратно отделяли в сторонку от войск в любых странах мира? И где клевету вы увидели? Разве в Украине нет войны? А про подругу в Одессе? Вам, судя у нас в России, лучше не говорить. Звучит приблизительно как 99,99% поддержки властей, сидящих на шее у народа. Кстати, вы сторонник этого канала. Вы разделяете идеи или просто тут уши греете кремлебодствуя? То есть вполне здравый такой комментарий от русского человека, вот этой русской зомбихи. Потому что да, есть зомби, а есть люди. И реально людей, мыслящих в России, сейчас осталось не так и много. А вот эта зомби-масса, она вредна и для российского, и для украинского народа, и для мира в целом. Зачитаю еще один комментарий под этим же видео. Некая Татьяна Татьяна пишет. Да не упырь! Многомерный он был. На каждом уровне мироздания имел свою субличность. Причем действовали все эти субличности независимо друг от друга, и голова никогда не знала, где находятся ноги. Мог программировать людей на исполнение его воли, так как многомерные эти свойствами обладают. Что? Короче, какая-то шизотерическая, опять мне Осыпь пишет, шизотерический бред. Опять же, почему я говорю, что это бред? Нет, потому что нет доказательств. Потому что нет, как бы сказать, по факту, многомерное, что она имеет в виду. Правду бы сказала, что у Путина куча двойников, куча каких-то дублеров, что где реальный Путин, и что это вообще за тварь, по-настоящему никто не знает. Вот так бы правду и говорила. А то она тут шизотерическая, мне какие-то штуки про разные уровни мироздания, про это самое Путина, там великого и ужасного, и могучего прямо на всех уровнях мироздания. Путин базовый, обычный человек. Да, у него есть двойники. Да, ему готовят его речи, его статьи. И при этом тоже готовят далеко не интеллектуалы, поскольку путинская статейка про Украину достаточно дебильная и достаточно безосновательная. Поэтому как-то так. И я буду расписывать. Пока. 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 Продолжение следует...